Всем привет! В эфире Дети Большого Толка! Программа с интересными фактами, яркими сюжетами и путешествиями. Весь мир! От Барнаула, Алтайского края до просторов космоса. Вы когда-нибудь были на Северном полюсе, а выброшенная вами пластиковая бутылка уже там? Сначала мусор уносит вопь, оттуда в Карское море и Северный Ледовитый океан. Загрязнение пластиком – серьезная проблема. Частично она решается раздельным сбором мусора. Но перерабатывать пластик можно всего несколько раз. Однако, герой следующего сюжета нашел решение. Как связана переработка пластика и жуки? Ответ даст барнаульский студент-биолог, который коллекционирует насекомых и делает научные открытия у себя дома. О них он расскажет на молодежном конкурсе «Твой ход» и нашей съемочной группе. Усы, лапы и хвост. Нет, речь не о кошках и собаках. У первокурсника биофака Александра Филатова немного другие представления о том, какими должны быть домашние питомцы. У него вот эти лапки очень колючие. Если попытаться его неаккуратно взять, он меня прогулит. В его коллекции 53 вида членистоногих. Насекомые, паукообразные и беспозвоночные. Всего же в контейнерах больше тысячи разных особей. Началось все с черепах, подаренных мне родителями. Потом появились улитки, тараканы. Ну и как-то все закрутилось и получилось вот так, что всех стал собирать. Ну не всех, конечно, подряд. Я только стараюсь. Ни гибридов, ни альбиносов, только чистые линии. Своих любимчиков студент находит по объявлению в сети. Там же обменивает или продает. Много, конечно, на этом не заработаешь. Зато пока усатые воспитанники живут как на курорте, молодой ученый продолжает их изучать. Вот недавнее открытие. Личинки этих черных жуков, зоофобосов, способны перерабатывать пластик. Кстати, вчера еще эта упаковка была целой. Личинка, которая всю жизнь ела практически только пластик, она может окуплиться и стать нормальным жуком. Для них это совершенно нормально. И пластик переработанный прекращает быть опасным для природы. То есть полистерол и пенопласт, они способны перерабатывать полностью. Однако, пока молодой ученый решает проблемы экологии, своих меньше не становится. Например, постояльцы иногда умудряются сбежать, к чему с трудом привыкли родители. Но Александр не останавливается и мечтает еще и обзавестись змеями, чтобы продолжить исследование. Когда попугаи повторяют за нами фразы, мы радуемся, но думаем, что эти птицы говорить не умеют. На самом деле попугаи на своем языке дают имена собственным детям. Родители дают каждому птенцу свой набор звуков, которые он затем использует, чтобы поговорить с ним. Птенец запоминает этот звук и потом легко отличают, кого зовут родители, его или сестру, браты. Тихо. Слышите? Это звук северного сияния. Да, северное сияние можно услышать. Оно напоминает потрескивание и тихие хлопки. А причиной этих звуков являются разряды статического электричества. Правда, до поверхности эти звуки долетают едва-едва. Так что услышать их можно только в очень тихом месте, где отсутствует чумовой фон. Знаете ли вы, что природный газ находится на нашей планете миллионы лет? Кто появился раньше, природный газ или динозавры? Как достать природный газ из-под земли? На каком транспорте он путешествует? Правда ли, что на природном газе можно ездить? Можно ли делать из него вещи? Об этом и о многом другом интересном можно узнать из книги «Секреты природного газа». О путешествии мальчика Витьки и инопланетянина Газзи. А также из одноименного мультфильма. Представьте, что вы встретили инопланетянина, который может читать мысли. Его корабль потерпел крушение, и ему необходимо помочь найти и добыть природный газ на Земле. Куда мы отправимся его искать? Начнем с прошлого, ведь инопланетянин Газзи может путешествовать во времени. Мы с тобой находимся на дне Древнего океана. Именно здесь и сейчас начинается формирование полезных ископаемых. На протяжении многих веков различные живые организмы, водоросли и планктон, умирая, опускались на морское дно. Толща воды создавала огромное давление. В этих условиях образовывались нефть и природный газ, который в конце концов обнаружил человек. Никогда не думал, что природный газ может быть таким увлекательным. Очень много нового и интересного. Очень красиво оформленная книга. Вот бы уроки были бы такими же интересными, как этот мультик. Природный газ очень важен. Самыми первыми природным газом стали пользоваться китайцы. В Петербурге он появился в 19 веке. Его использовали в уличных фонарях. А в промышленности газом стали пользоваться только в середине 20 века. Россия – самая богатая залежами природного газа страна в мире. Сейчас, чтобы добыть полезный ресурс, требуются заводы, скважины, цеха и другие ресурсы. Протяженность газопроводов России в 20 раз больше, чем длина экватора. Оказывается, транспортировка газа – целая наука. Ведь природный газ очень опасен. Для работы с ним требуются знания, оборудование и большая осторожность. Где же еще используют природный газ? Помните синий огонек под кастрюлей? Это он. Кроме того, некоторые автомобили используют газ в качестве своего топлива. Это удобно и экономично. Он стоит дешевле, чем бензин или дизельное топливо. Еще с помощью газа нагревают воду, которая течет по батареям отопления, передавая им тепло. Это далеко не все способы применения природного газа. Он служит топливом на предприятиях, например, в огромных печах, в которых выплавляют металлы. Почему газ так часто используется? Потому что он – самое экологичное минеральное топливо. Природный газ очень часто используют в быту. Почти каждый школьник умеет разогреть обед на плите или пожарить яичницу. Поэтому каждому важно знать правила безопасности при использовании газа. Как отличить правильный огонь на плите от неправильного. Как вести себя при утечке газа. Об этом тоже рассказывается в книге и мультфильме. Посмотрим, что удалось запомнить детям. На самом деле природный газ не имеет запаха. Его добавляют, чтобы можно было обнаружить утечку газа. Газовую плиту нельзя оставлять без присмотра. Шланги, по которым идет газ к плите и к котлам, нужно постоянно проверять на наличие трещин. Если ты почувствовал запах газа, то ни в коем случае нельзя пользоваться электроприборами. Книга и мультфильм «Секреты природного газа» – отличный способ провести урок, викторину или семейный вечер. Здесь в яркой, игровой, интересной форме собраны самые важные знания. Какие твои впечатления о этом мультике? Очень хорошие. Мне очень понравилось. Больше всего мне понравилось, как добывают в Китае этот газ. Я узнала много нового, и мне было очень интересно. Я узнала очень много интересного. Я узнала, где добывают газы, как его использовали первоначально. Какое впечатление у тебя о мультике? Очень хорошее, поскольку, как по мне, для маленьких детей не могли узнать много нового. Особенно если родители занятые, оставляют часто дома, чтобы при каких-либо ситуациях они знали, что делать. Человеческий глаз способен увидеть около трех тысяч звезд. Если вы обладаете идеальным зрением, то максимальное количество звезд, которые вы сможете увидеть без телескопа в ясную ночь, составит около трех тысяч объектов. Но если при этом наблюдение будет вестись из города, в два, а то и в три раза меньше. Кстати, глаза человека способны разглядеть не только Солнце и Луну, а также Юпитер и Венеру. По статистике, школьники чаще всего отвечают родителям «Ок», «Норм» и «Угу». Подростки не особо любят разговаривать, хотя на многое у них есть свое мнение. Узнать его, а также ответы на многие вопросы, можно в нашей программе в рубрике «Опрос». Знаете, почему дети чаще улыбаются, чем взрослые? А в чем смысл жизни? Смотрим. Смысл жизни в том, что мы учимся, обучаемся и развиваемся. Смысл жизни в самой жизни. Смысл жизни в том, что улыбаться и смеяться. В том, что ты радуешься жизни, радостным моментом в жизни. Смысл жизни в том, что ты учишься, узнаешь новое каждый раз. И можешь научиться новому. В том, что существует школа Гарри Поттера, и твои родители и близкие всегда могут тебе помочь. Ходить в школу. Смысл жизни в том, чтобы чаще улыбаться и быть хорошим настроением. Смысл жизни в развитии. Надо стать очень умным человеком. Смысл жизни в радости. Смысл жизни идти к своей цели, быть умной, позитивной, красивой. Мы, жители Алтайского края, видим снег каждый день в течение почти полугода. В то время, как больше половины населения Земли никогда не видели настоящий снег. Только представьте, две трети жителей планеты видели снег только на фото. Поэтому нам очень повезло. Наверное. Каждый день в интернете больше десяти тысяч запросов на тему, как нарисовать горы и море. Да, было бы здорово научиться. Смотрите нашу рубрику, которую ведут настоящие художники. Она называется «Рецепт шедевра». Здравствуйте, дорогие дети. Сегодня мы будем рисовать с вами парусники с золотой поталью. Марина Аджинян, барнаульская художница, свободно говорить на армянском, грузинском и русском языках. Детство провела в Грузии. Марина много лет посвятила живописи, окончила институт культуры, трудилась дизайнером текстиля на фабрике. Придумывала принты для детской одежды. Художница работает в разных стилях и техниках. Пишет картины маслом и акриловыми красками, расписывает стены, одежду и елочные игрушки. Марина Аджинян – участник нескольких выставок в Барнауле, в том числе персональных. Преподает живопись для детей и взрослых. Представьте, солнечный день на море и белые парусники. Они так сияют, что, кажется, отливают серебром и золотом. Мы напишем именно такие. Начнем с линии горизонта. Небо всегда светлее, чем вода. Наносим краску горизонтальными линиями. Потом намечаем парусники. Треугольник и лодочка – все просто. Те парусники, которые ближе к нам, сделаем крупнее. А те, что дальше – помельче. Это называется перспектива. Сегодня мы используем всего три цвета – синий, белый и черный. Чтобы показать волны, сделаем белым и черным отражение на воде. А теперь пришла пора переходить к самому интересному. Это поталь – сусальное золотое серебро, то есть очень тонкое, невесомое, как крылья бабочки. Поталь можно приклеивать на клей ПВА или прямо на краску, если она еще не высохла. Золотое серебро рвется и накладывается неровно. Но именно так и нужно, ведь сияние неравномерно. Вот и все, наша картина готова. Осталось высушить и в рамку. У вас тоже получится повторить. Мы сегодня нарисовали парусники с поталью. Мы это сделали. Мы справились со своей задачей. Даже бонта. И на сегодня все. До свидания. Счастливо. До новых встреч. Пока. На сегодня это все. Но наша программа уже работает над созданием нового выпуска. В нем мы узнаем, откуда берется соль, как отличить настоящий янтарь от поддельного и многое другое. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»